Если вы посмотрите на аккумулятор практически любого вашего устройства, работающего не от розетки, то он скорее всего будет литий-ионным. Литиевые аккумуляторы, можно сказать, завоевали наш мир. Мы ими пользуемся уже порядка трех десятков лет. И, казалось бы, технология этих аккумуляторов стоит на месте. Работы смартфона все так же хватает до конца дня, на ночь мы его ставим на зарядку. Но на самом деле уже давно есть литий-ионные аккумуляторы, которые и работают в 7 раз дольше, и заряжаются в 10 раз быстрее, и даже не боятся морозов в минус 40 градусов. Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Радио Любитель ТВ. Сегодня мы с вами разбираемся с литиевыми, а точнее с различными разновидностями литий-ионных аккумуляторов, какие они бывают, когда какие лучше использовать, чем отличаются друг от друга, и порассуждаем, какими аккумуляторами мы будем пользоваться в будущем. А ведь будущее уже среди нас. Пока диванные философы рассуждают об интернете вещей, как о чайнике, который сам включается и наливает вам чай, Интернет вещей вовсе обустраивается в большом бизнесе. И как раз для разработки интеграции IOT-решений вам поможет облачная платформа Ritec IOT Cloud. Эта платформа промежуточное звено между устройствами, ну то есть датчиками, сенсорами с одной стороны, и приложениями с другой. И благодаря инструментам этой платформы разработчики могут создавать IOT-решения без лишнего кода, а потом переиспользовать эти решения и запускать аналогичные кейсы. Платформа не зависит от конкретного оборудования и протоколов. Поэтому легко можно объединять разные устройства под одним решением. Вы сможете создавать собственные IOT-приложения на базе платформы для себя и своих клиентов. Вы избавитесь от технологической зависимости. Решения создаются на основе устройств с различными протоколами передачи данных или подключением к существующим устройствам новых, не изменяя софт и логику решения. Вы сможете создавать любую бизнес-логику в встроенном графическом редакторе и в любое время изменять ее самостоятельно, без знания языков программирования. Также вы сможете подключить к платформе любое количество разных устройств и проектов по всему миру и быстро масштабироваться. Платформа также позволяет интегрироваться с любыми внешними сервисами, сервисами оплаты и сторонними приложениями. Подробнее узнать и попробовать в деле платформу Ritec IOT Cloud вы сможете по ссылке в описании. Итак, если смотреть в общем, то все аккумуляторы, будь то литий-ионные, никель-металл-гидридные или свинцовые, по сути состоят из отрицательно заряженного анода, положительного катода, электролита и сепаратора, который разделяет как раз анод и катод. И все эти элементы аккумулятора, катод, анод, электролит и сепаратор, могут быть сделаны из абсолютно разных материалов. Собственно, этими различаются различные типы аккумуляторов, вот эти вот нагромождения химических элементов в их названиях. И так вот, вся эта группа аккумуляторов, литий-кобальтовые, литий-никель, марганец, кобальтоксидные, литий-железнофосфатные, все это группа, относящаяся к литий-ионным аккумуляторам. Их всех объединяет наличие ионов лития, которые при зарядке и разрядке входят между катодом и анодом. Сегодня мы, собственно, об их типах и поговорим. Немного истории. В течение многих лет никель-кадмиевые батареи были единственными подходящими батареями для портативного оборудования. И только в начале 90-х появились никель-металлогидридные и литий-ионные аккумуляторы, которые боролись нос к носу за признание потребителей. Сегодня литий-ионный аккумулятор является самым быстро растущим и многообещающим химическим элементом. А первые работы с литиевой батареей начались еще в 1912 году. Но только в начале 70-х в продажу поступили первые неперезаряжаемые литиевые батарейки. Кстати, вы до сих пор можете ими пользоваться. Например, они есть сейчас в форм-факторе таких батареек-таблеток. Почему же именно литий? Литий самый легкий из всех металлов и обладает самым большим электрохимическим потенциалом, что как раз обеспечивает наибольшую плотность энергии по весу. То есть просто в 1 куба сантиметр этой батареи можно впихнуть как можно больше емкости. Но первые попытки разработать перезаряжаемые литиевые батареи не увенчались успехом из-за проблем с безопасностью. Из-за присущей металлическому литию нестабильности, особенно во время зарядки, стали пробовать делать неметаллическую литиевую батарею уже с использованием именно ионов лития. И хотя плотность энергии немного ниже, чем у металлического лития, литий-ион довольно безопасен при соблюдении определенных мер предосторожности, при зарядке и разрядке. И в 1991 году корпорация Sony выпустила на рынок первый литий-ионный аккумулятор. Другие производители последовали их примеру. И дальше пошло-поехало. Плотность энергии литий-иона обычно вдвое больше, чем у обычного никель-кадмия. И до сих пор существует потенциал для более высокой плотности энергии. А высокое напряжение элементов 3,6 вольта позволяет создавать аккумуляторные блоки только с одним элементом, что бывает очень удобно. Например, современные мобильные смартфоны как раз работают на одной ячейке. Низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, требования к минимальному обслуживанию. Вот что делает литий-ион подходящим для современных мобильных устройств. Конечно, есть свои недостатки. Литий-ионы сравнительно хрупкие, требуют схемы защиты и подвергаются старению. Но производители постоянно совершенствуют аккумуляторы. Новые улучшенные химические комбинации вводятся каждые 6 месяцев. Если, кстати, хотите, чтобы я сделал видео о том, как обслуживать, как хранить, как правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы, напишите об этом в комментарии. Я сделаю видео. Итого, сейчас мы имеем 6 самых популярных типов литий-ионных аккумуляторов. Для чего, кстати, нужны эти разные типы и материалы. Просто у одной химии больше пользы в безопасности или емкости, а у другой, например, лучше получается удерживать заряд в мороз или больше ток разряда. Это нужно для электроинструмента, например. То есть выбор аккумулятора зависит от назначения из самого электронного устройства. И, кстати, если вы имеете в виду литий-ионный аккумулятор, то, скорее всего, вы говорите о литий-кобальтовом аккумуляторе. Это самый обыкновенный и наиболее распространенный литий-ион, который, кстати, используется и в смартфонах, и в ячейках 18-50. Почему он кобальтовый? Из-за кобальта на его катоде. Маркируется он буквами LCO, и его главное преимущество – это высокая энергоемкость до 200 Втч на килограмм, и при этом небольшой вес, что как раз и позволяет делать компактные емкие аккумуляторы. Используется в смартфонах, ноутбуках и различных мобильных гаджетов, для которых важна компактность. Из недостатков, что они относительно нежные и небезопасные, могут загореться от механических воздействий, или при быстром заряде-разряде, а также быстро разряжаются на морозе, и могут перегреваться в сильную жару. Также они относительно недолговечны. Их срок жизни составляет порядка 500 тысяч циклов заряда-разряда, а потери до 20% емкости. Как раз примерно как вы захотите поменять свой смартфон, в это время у него и батарея начинает плохо работать. Ну и также стоит отметить, что они дорогие из-за дефицита кобальта, поэтому ячейкам LCO ищут замену. Следующий тип литийонов – литий-железо-фосфатные аккумуляторы с маркировкой LFP. У них большие преимущества по безопасности и мощности. Работают они больше до 2000 циклов заряда-разряда, хорошо выдерживают перезаряд, имеют низкий саморазряд и хорошую устойчивость к низким температурам. При этом они способны выдерживать большую нагрузку, но вот только энергоемкость у них для мобильной техники не подходящая. Всего лишь 90-120 Втч на килограмм. Поэтому их в основном используют в каком-нибудь электротранспорте, типа электробусов, или в качестве источников бесперебойного питания, когда не особо требуется компактность. Или в системах хранения энергии, например, получаемой от солнечной батареи. Далее популярный тип литий-ионов – литий-никель-марганец-кобальтоксидные, маркировка NMC. Это, можно сказать, наиболее сбалансированный по характеристикам материал с относительно высокой емкостью. У него и хороший срок службы от 1000 до 2000 циклов, скорость заряда обычная – 1С. 1С – это означает, что одна полная емкость за один час. А скорость разряда при этом 2С. Стоит примерно как LCO. Здесь весь секрет в формуле катодного материала. Обычно 33% никеля, 33% марганца, плюс 33% кобальта. Сочетание этих материалов, как оказалось, усиливает сильные стороны друг друга. Также существуют аккумуляторы литий-никель-кобальт-аллюминиевые, маркировка NCA. Самое главное их преимущество – это высоченная энергоемкость до 260 Вт-час на килограмм. Поэтому эти аккумуляторы часто ставят во многие электрокары. Но это, можно сказать, единственное их преимущество. Во всем остальном они похуже. Тут и скромный срок службы, порядка 500 циклов зарядки, и высокая стоимость, да и низкая скорость заряда-разряда. Поэтому, кстати, наверное, автомобили Тесла переходят на тип аккумулятора литий-железно-фосфатные. Но и больших усилий требует контроль заряда, разряда и температуры, чем у других аккумуляторов. Далее идут аккумуляторы литий-марганцево-оксидные с маркировкой LMO. У них довольно низкая энергоемкость, чем у привычных LCO. Всего порядка 150 Вт-час на килограмм. И также низкий срок работы – 500-700 циклов. Зачем же они вообще нужны? Да все просто, так как марганец порядка в тысячу раз дешевле, чем кобальт. Также у них в катоде используется литий-марганцевая шпинель. Это такая кристаллическая структура, которая позволяет ионам спокойно перемещаться по микроканалам, что уменьшает внутреннее сопротивление и повышает отдаваемый ток. Так что у них и скорость заряда высокая, порядка 3С, а скорость разряда вообще может в 10 раз превышать его емкость, порядка 10С. Поэтому литий-марганцевые аккумуляторы применяются в мощном оборудовании, то есть там, где нужно в короткий промежуток времени выдать максимальную мощность. Это, например, нужно в различном электроинструменте, дрелях, шуруповертах и так далее. Ну и крайними поговорим о таком типе аккумуляторов, как литий-титанатоксидные или просто ЛТО. Их главное преимущество – это срок службы может достигать 7000 циклов заряда-разряда. При этом они очень хороши с точки зрения безопасности, температурной стойкости, могут спокойно работать и в 30-градусный мороз. Также у них скорость заряда порядка 5С и разряда 10С, но не бывает ничего идеального. И, конечно, из недостатков у них самая низкая из всех энергоемкость – всего 80 Втч на килограмм. Ну и еще, конечно, литий-титанат очень дорогой. И, кстати, насчет литий-полимерных аккумуляторов. Подразумевается, что внутри такой ячейки настоящий твердотельный полимерный электролит на основе органической химии. Вот только в реальном мире настоящих литий-полимеров практически не существует. А под ним чаще всего подразумевают гибридную литий-кобальтовую батарею с незначительно усовершенствованной конструкцией. Просто с этим электролитом можно создавать аккумуляторы в более изощренных формах, компактнее размещать контроллер или изгибать. Так что, если вы видите название литий-пол-литий-полимер, то это всего-навсего обыкновенный литий-кобальтовый аккумулятор, заключенный в полимерную оболочку. Ну а что касается будущего литий-ионных аккумуляторов, каждые, наверное, полгода появляются новые типы катодов, анодов, разрабатываются добавки в целях улучшения характеристик технологии. Но основное препятствие на пути к массовому распространению новейших литий-ионных это дороговизна производства чего-то не обкатанного. Еще усложняет тот момент, что есть, например, новейшие катоды, но заметного прогресса в электролитах нету, так что новинки откладываются до лучших времен. Также очевидно, что литий-кобальтовые аккумуляторы будут постепенно чем-то заменять. Главным претендентом пока являются литий-ионы NMC, но также ведутся самые различные технологии, например, натрии-ионные аккумуляторы, про них я как-то рассказывал, или, например, вторые-ионные. Если вам интересно, я и о них расскажу. Ну а пока довольствуемся тем, что есть. Практически все аккумуляторы, о которых я сейчас рассказал, можно купить. Большой их выбор есть на Алиэкспрессе, там можно выгодно сэкономить, главное не нарваться на подделку. Самые ходовые банки 18650 от Lita Calo хорошие, проверенные. Чем берете больше штук, тем выходит меньше цена за одну. И, кстати, сегодня начинается финальная распродажа года на Али. Самое время закупиться. Есть там и высокотоковые банки, подойдут для различного электроинструмента, тоже от Lita Calo. Продаются и литий-железо-фосфатные аккумуляторы, самых различных форм-факторов. Есть просто банки, есть целые сборки. На самые ходовые оставлю ссылку в описании. И литий-титановые тоже продают. Цена, конечно, кусается, но если вам нужны долговечные аккумуляторы, они будут в самый раз. Не забываем также переходить с батареек 2А и 3А на аккумуляторы аналогичного форм-фактора. Они есть и на Алиэкспрессе. Только не забывайте, что литий-ионные 3,6 Вольта, а никель-металл-гидридные 1,2 Вольта как раз им на замену. Пауэрбанки самых разных химкостей, USB кабели, зарядки. Сейчас самое время всем этим закупиться. По ссылке вы найдете хорошие проверенные предложения. Ну а теперь, когда вы досмотрели, можете написать комментарий, что еще интересного знаете об аккумуляторах. Пишите, на какую тему вы бы хотели еще видео на канале. Можете поставить лайк, это поможет нашему каналу. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал Беселый Электрончик. Всех ждем в подписке. И конечно же подписывайтесь на наш канал Радиолюбитель ТВ. Впереди еще много чего интересного. А не подпишитесь и пропустите все это. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok